В Серпахове спортшколе «Зубрёнок» передали более 4 гектаров под строительство новых спортивных трасс. Это позволит проводить лыжные гонки и соревнования по мотокроссу на всероссийском уровне. Подробности в нашем сюжете. Мотокросс – один из самых зрелищных и опасных видов спорта. Во время заезда в гонщики испытывают колоссальную физическую нагрузку. Пульс часто доходит до 200 ударов в минуту. Спортивный комплекс «Красные крылья» давно известен своими гонками. Посмотреть и поучаствовать в соревнованиях в Серпахов приезжают тысячи спортсменов и зрителей со всей страны. Здесь трасса соответствует всем федеральным стандартам. И для детского спорта, и для суперпрофессионалов. У нас здесь ландшафт позволяет делать всякие мероприятия, как сейчас очень модно, любительского формата. Массовые забеги, есть массовые заезды, где-то в порядке 140-300 человек может поучаствовать. Трасса позволяет. Сложный ландшафт, трамплины, резкие спуски и подъемы, водные препятствия. Трассу необходимо постоянно дорабатывать. Для проведения соревнований более высокого уровня областных и всероссийских, необходимо было увеличить ее протяженность до 10 километров. В этом году Министерством имущественных отношений Московской области было передано спортивной школе «Зубрёнок» несколько земельных участков общей площадью более 4 гектаров. Нам были переданы 5 участков земли. Два участка – это та земля, на которой находится данная спортивная база «Красные крылья», один участок земли под трассу по мотокроссу и один участок земли под лыжную трассу. Также передан 5 участок земли, нам площадка спортивная, которая находится рядом с базой, где размещены футбольное поле и хоккейная коробка для обслуживания. В этом году также встал вопрос о проведении на трассе «Зубрёнка» соревнований «Лыжня России». Для этого было необходимо увеличить протяженность трассы на один километр. У нас два круга. Есть один профессиональный круг, который с определенным набором высоты, со спусками, с приличными спусками, с подъемами. И второй есть прогулочный, где может преодолеть дистанцию любой желающий. Там тоже два круга. Общая протяженность – около 9 километров круг. И весной, и осенью, и зимой много соревнований проводится, и регионального уровня проводится. Зимой катается очень много людей, начиная чуть ли не с двух лет и заканчивая, наверное, 80-90. Разного уровня, разной подготовки. Лыжная трасса в «Красных крыльях» всегда готова в зимний сезон встречать спортсменов. Новые участки также будут не только обустроены под эти цели, но и обслуживаться круглогодично. А 7 августа спортивной базе «Красные крылья» исполнилось 17 лет. И передача земли – это как подарок на день рождения.